Нас и Руссо 300 миллиона Ведь именно благодаря им, западный рубеж православной цивилизации, вот уже более тысячи лет держатся в самом центре Балканского полуострова. Действительно, предки сербов, упомянутые в географии Патолемея еще во втором веке от Рождества Христова, жили на территории современной России, на Северном Кавказе и Нижней Волге. Но ближе всего нас породнили не кровь, не почва, не язык, а православная вера, которую мы приняли практически одновременно. Хотя, конечно, и близость русской и сербской речи тоже всегда позволяла нам находить общий язык. Хлеб. И по-нашему хлеб. И по-вашему хлеб. Ты. Я. 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 Исто. Я. Камень. Камень. Земля. Земля. Небо. Небо. Рука. 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 Брат. 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 Сердце. Сердце. И по-нашему сердце. Исто сердце. 20-й век стал тяжелым испытанием для русского и сербского народов. Сербы отлично помнят, что Россия вступила в Первую мировую войну именно в защиту их страны, где и сегодня глубоко почитают императора Николая II. Позднее, после революционных событий и гражданской войны, именно сербский монарх Александр I Карагеоргиевич дал возможность десяткам тысяч русских эмигрантов найти приют в королевстве Югославия. Ну а освобождение Белграда советскими войсками стало одной из завершающих фаз Второй мировой войны. И, наверное, не случайно, полгода спустя после того, как на Пасху 1944 года англо-американская авиация разбомбила Белград, советские летчики ошибочно вступили в воздушный бой с американскими ВВС, потерявшими в итоге до семи самолетов. Без малого полтора века назад Федор Михайлович Достоевский в своем дневнике писателя произнес очень горькие слова. Не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия, страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. К сожалению, эти слова оказались пророческими. Сегодня мы видим, что многие наши братья по крови именно так и относятся к России. И только сербы, несмотря даже на то, что мы не смогли оградить их от натовской агрессии 1999 года, продолжают говорить «Майка Русия», «Россия матушка». А российского президента в Белграде встречают цветами и транспарантами со словами «Владимире», «Спаси с Эрби», что лишний раз подтверждает то, что сербы – это русские на Балканах. Михаил Тюренков, Царьград ТВ